Кстати, произведения узбекских классиков изучают и читают не только в нашей стране. Проект «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» нацелен и на популяризацию произведений великих узбекских поэтов, мыслителей и в целом на открытие мира Узбекистана современного. На этот раз проект взял курс на Индию, где в эти дни находится делегация ученых и востаговедов из Узбекистана. Первым объектом стал Национальный исламский университет. Сюда приезжают учиться со всего света, уникальный в своем роде, ведь здесь преподают узбекский язык. Здешние студенты мастерски читают на нем достаны, а биографии восточных мыслителей знают до мельчайших деталей. В ходе встречи за круглым столом индийские студенты задавали вопросы на узбекском языке, ответы получали на хинде. Ученые-востаговеды передали в дар университету Сирию книг «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира». Продемонстрировали ролик о самом проекте и короткометражный фильм о связях между нашими странами. Повышение интересов нашей республики в немалой степени способствует открытию в университете кабинета узбекского языка и культуры. В его оформлении использованы предметы декоративно-прикладного искусства, фотографии, отражающие многовековое духовно-культурное наследие Узбекистана и его современный облик. Все желающие могут воспользоваться книгами, иллюстрированными журналами, изданными на языке нашего народа, и множеством других информационных материалов о нашей стране. Еще один визит в Исламский культурный центр, где говорили о многовековых дружественных связях между двумя государствами. Подаренная узбекскими учеными серия книг «Архитектурная эпиграфика Узбекистана», изданная в 13 томах, по мнению участников встречи, послужит развитию и укреплению двусторонних культурных связей и контактов.